Китайская кухня Для этого блюда вам понадобится Куриная грудка, болотница, яичный белок, куриный бульон, крахмал, рисовое вино и имбирный соус Ну что, начнем готовить? Да Подготовим куриную грудку Сначала мы измельчим имбирь и замочим его, приготовим имбирный соус Готовое блюдо получится белого цвета, да? Да Поэтому сильно красящие приправы мы сегодня использовать не будем Верно, оно должно быть белоснежным В этом блюде яичный белок сравнивают с цветком лотоса Да, белого лотоса Именно так все верно Хорошее название выбрали для блюда Добавим воды Холодная? Да Хорошо Много не надо, главное слегка замочить Достаточно Еще столько же Хорошо Дальше руками нужно размять Мы сейчас готовим Имбирный соус Так, разомнем, чтобы сок из имбиря вышел и смешался с водой Далее мы... Нам нужна будет только жидкость? Именно, она должна пахнуть имбирем Хорошо, откладываем в сторону, далее обработаем куриную грудку Ее нужно нарезать? Да, именно Вы как-то говорили, что переднюю зубчатую мышцу нужно отбить тыльной стороной ножа Да, если мы возьмем эту мышцу, она примерно вот такая, маленькая по размеру То с ней можно поступить вот так Смотрите, вот так ножом ее отрезаем Ух ты! Грудка немного жестче ее, слегка придавливаем ее Понятно Да, вот так Передняя зубчатая мышца очень быстро в пюре превращается Да, смотрите, тут есть жилы, их нужно убрать Жилы? Понятно Да, от них нужно избавиться Видели, да? Вот они Убираем, когда работаем с этой мышцей Одной рукой ее придерживаем, другой нож тянем в сторону И кусочки отделяются Так, убираем жилки Понятно Вот она, жилка Мясо куриной грудки должно быть немного бледного цвета Да Такое оно должно быть Удаляем ее Здесь начинается тонкая работа, да? Верно Главная трудность в этом Нежную часть вот, зажимаем и она легко отделяется Ясно Самую большую грудку мы просто порежем Ее можно и так? Да Готово, затем отобьем После того, как нарезали Слегка порубили Главное, случайно не разрубить доску Рубим без усилий А до какой степени нужно так обработать мясо? Просто измельчаем и все, доска должна остаться целой За этим нужно следить, иначе кусочки дерева окажутся у нас в курином фарше У меня вы, наверное, оказались А в старину, знаете, как делали? Подкладывали свиную шкуру и на ней рубили Тогда дерево от доски не попадало Ясно Хорошенько порубив, мы его еще раскатаем То есть после рубки его еще нужно... Да, раскатать Мы это делаем для чего? Чтобы куриное мясо... Превратилось в фарш Стало как пюре Да Чтобы во рту не ощущалось никаких волокон Да Дальше что? Порубили, раскатали, теперь отобьем Острием? Да Мы режем, и рубим, и раскатываем, и отбиваем Четыре процесса Да А зачем вы его в дуршлаг положили? Чтобы фарш еще мельче стал, чтобы все ненужное осталось сверху, а внизу только качественный продукт Скажите, мастер Тюй, а это блюдо можно приготовить только из курицы или рыба тоже с корица? И рыбы, и креветки, и гребешки Так, давайте нальем воды Хорошо, а сколько лейте? Немного, я сейчас буду... Еще лейте Это вы его просеиваете? Да, я его проталкиваю внутрь, лейте Дайте подумать Получается, что мы как будто тесто замешиваем Да, все верно Смотрите, почти все просочилось Покажите Остатки выбрасываем, они нам не нужны А в кастрюле у нас куриное пюре Смотрите Смотрите, сколько еще прилипло к дуршлагу Собираем все это Оно должно было так получиться Да, должно быть, именно так Чем-то напоминает мороженое Ну что вы Нет, скорее картофельное пюре Да, на него все же похоже больше А что с болотницей будем делать? Нарежем? Раздавим Вот так? Дайте я Недостаточно мелко Аккуратнее Все хорошо Не порежьтесь Ничего, все в порядке Нежная у вас ладонь Пойдет, нет? Подойдите Если у вас не получается колоть большие, вы их разрежьте Смотрите, вот так нужно делать Видели, да? Дайте-ка я попробую Вот, попробуйте Понятно Ударили и тянем на себя То есть сначала бьем, а потом тянем Отлично, вы молодец Раньше бы сказали Можно я еще? А то этого будет недостаточно Достаточно Точно? Да Пойдет? Вообще, конечно, не пойдет Гранулы получились купноваты Я провела черновую работу Верно Немало времени потеряли Если сейчас это высыпать к куриному фаршу То оно не смешается Далеко не то, что нужно Что же делать? Воспользуемся этими руками О, боже Я задействую ци своего даньтаня У меня очень глубокая ци А руки ладони обладают мастерством Хорошо Готово Смотрите, вот теперь все смешалось Так, далее я буду подсыпать А вы смешивать Подождите Подсыпать? А что? Приправа, конечно же То есть сейчас приправляем Я правильно поняла? Да Вначале наливаем имбирный соус Соус, который мы до этого приготовили Его можно налить побольше Так как в нем много воды Да Да, именно Можно начинать перемешивать Руками? Ну да Мешаем Со сменой Скорости И силы Я вначале буду мешать легко Действуйте по тому принципу Что я только что сказал Вначале мешаем не сильно Чтобы все перемешалось Так, подольем к крахмалу Разведенному в воде Имбирный соус Переливаем все это В маленькую емкость Мы это положим в холодильник Чтобы оно застыло там Да На 20 минут Да, готово 20 минут спустя Масса стала намного гуще Именно так Включаем огонь Включаем Что дальше? Наливаем масло Вначале смажем сковороду Ее нужно хорошенько накалить Масло должно быть горячим Вот столько масла нужно? Да Нам нужно смазать сковороду А вот затем уже Наливаем все полностью Побольше? Да Что же там будет такое? Вам черпак нужен? Да Далее нам нужна горячая Кипяченая вода С минимальной температурой 80 градусов После жарки кусочки Нужно будет промыть Уже после? Да Это из-за частичек крахмала На его поверхности? Нет Из-за обилия масла Его нужно смыть Понятно Начинаем выкладывать Вы сделали огонь поменьше, да? Да Так, почти то, что надо Выливаем по краю сковороды Трясем сковороду Добавляем жар Нужно, чтобы оно всплыло А огонь все время должен быть таким? Сейчас его можно убавить Как только слегка всплывает Можно убавить огонь Температура ведь достаточная Затем перевернем В этом блюде очень строгие требования К температуре огня и времени приготовления Ясно Слегка передержишь, все пожелтеть И будет жестким на вкус Согласна И цвет, и форма, все будет не тот Смотрите, готово В итоге, если передержать, кусочки блюда Примут неправильную форму с точки зрения размера Это не только повлияет на внешний вид блюда Но и на его вкус Со вкусом у нас все будет в порядке Потому что мы все время контролировали огонь Температура практически не менялась Вкус не изменился Форма слегка изменилась Аккуратно Вот так не очень хорошо Старайтесь держать черпак горизонтально Вливайте вот так Ясно Горизонтально куски получаются большими А если вертикально маленькими И тонкими Точно К размерам кусочков нет никаких определенных требований Но стараться нужно, чтобы они были равномерными Равными, да Ясно Большие кусочки потом можно лопаткой разрезать И они станут маленькими А сразу маленькие будут разваливаться Все верно, вы говорите Дальше вам что останется сделать? Приготовить крахмальный соус? И на этом блюдо будет готово? Все верно, и блюдо будет готово Так Далее стряхиваем масло Чтобы его поменьше было И закидываем кусочки в горячую воду Хорошо Затем вытаскиваем их из воды Это получается тарелка уже для готового блюда Да А дальше что будем делать? Кладем в ту зеленую Хорошо, пусть это сначала остынет Точно Выложили Смотрите, какие белые кусочки курицы Какая красота Хорошо, остался последний этап Будем готовить кляр Наливаем сюда куриный бульон Так, налили А если его нет? Наливайте воду Одно и то же, да? Да, добавьте в воду только куриный экстракт Хорошо, понятно Где он тут у нас? Вот он Если бульона нет, берем воду и добавляем куриный экстракт Должен быть вкус куриного бульона Все именно так, верно Добавим чуть-чуть соли Потому что уже добавляли Ясно Далее чуточку соли Ее насыпаем прямо в жидкость Но не переборщите Блюдо должно получиться слегка пресным и изысканным С минимальным количеством приправ Все верно Затем добавляем имбирный соус Мы вновь его используем Верно Добавим рисового вина Еще и рисовое вино добавим Немного Если переборщить, бульон не будет белым Дальше нужно добавить крахмал Все верно Используем обычный, кукурузный Кукурузный тоже сгодится Но он получится не таким ярким Он будет мутным Дайте тряпочку А лучше всего какой? Лучше всего картофельный Запомнила Так, берем разведенный в воде крахмал и наливаем Еще немного Включаем огонь посильнее Перемешиваем Затем выкладываем курицу А так можно? Далее нужно слегка взболтать содержимое сковороды Главное не переусердствуйте Иначе все развалится Это блюдо нельзя жарить постоянно переворачивая Как другие Понятно Вот оно оказывается В чем дело Да, так делать нельзя В конце аккуратненько выкладываем все на тарелочку О боже мой Вы встряхнули сковороду пару раз И все соусом покрылось Да, все кусочки теперь им покрыты Если бы мешало мало Они бы у меня не покрылись соусом полностью Это ничего страшного? А вы заметили или нет Когда я перекладывал Я кусочки перевернул И весь соус сверху плавно стек вниз И вуаля Это не нужно делать в сковороде Потому что кусочки очень нежные Если начать прям там шурудить То они, во-первых, развалятся Во-вторых, из температуры станут жесткими И, кстати, обратите внимание Масло для жарки должно быть нагрето до 80-110 градусов Затем уже нужно промыть в теплой воде Тогда получится очень нежно Кусочки курицы в яичном белке готовятся так Измельчите в пюре куриную грудку Процедите с водой через дуршлаг Измельчите болотницу и добавьте в пюре Налейте имбирный соус и перемешайте Дайте настояться 20 минут Налейте в сковороду масло Выложите куриное пюре Обжарьте на слабом огне Затем положите в теплую воду Налейте куриный бульон Добавьте куриный экстракт Соль, имбирный соус, рисовое вино, крахмал И перемешайте Выложите кусочки курицы Обваляйте все в соусе И можно подавать на стол После этого блюда все еще ждут лакомые советы Сегодня мы научимся готовить яичную лепешку на завтрак Я ведь правильно говорю? Да Она же просто готовится Отлично! Смотрите китайскую кухню Спасибо, мастер Тюй Не за что! А мы будем готовить яичную лепешку Вкусная питательная яичная лепешка Привлекает многих своим цветом, вкусом и ароматом Вы уже наверняка приготовились записывать рецепт Вам понадобятся Яйцо, морковь, молоко и мука Морковь натрите на терке Размешайте яйцо, налейте молоко и насыпьте муки Добавьте морковь, чуточку соли и масла Перемешайте Налейте масло в сковороду Выложите массу Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки Приятного аппетита!